Привет! Сегодня я расскажу ещё о трёх крутых VR-модификациях, которые превращают обычную игру для плоского монитора в игру для шлема виртуальной реальности. Чтобы VR-модификацию можно было без зазрения совести назвать крутой, у меня есть три параметра. Во-первых, это её полная работоспособность, то есть игру можно пройти в шлеме целиком. Во-вторых, это поддержка контроллера движения. Ну и в-третьих, простота в установке. Конечно, чтобы попробовать все эти крутые VR-модификации, а также множество других крутых VR-проектов, тебе сначала понадобится шлем виртуальной реальности. Я знаю место, где ты всегда сможешь себе его выбрать. Это магазин «Виртуальные очки». Ребята в основном занимаются виртуальной и дополненной реальностью и предлагают огромный ассортимент продукции как в наличии, так и под заказ, с доставкой по всей России. У них ты можешь заказать как популярные Quest 3 и Pico 4, так и топовые Valve Index и Quest Pro и аксессуары для них. А убедиться в этом сам ты можешь по ссылке в описании. Первая игра, о которой сегодня пойдёт речь, это Raft. А Raft это та самая игра, в которой ты должен выживать в жестоком мире постапокалипсиса, где всю планету затопило водой. У тебя изначально есть только малюсенький деревянный плод, на котором толком негде развернуться, и крюк, которым ты можешь вылавливать проплывающие мимо тебя ресурсы. Ну и в процессе путешествия ты будешь расширять свой плод, строить станки, изучать новые рецепты, добывать, попить и поесть, высаживаться на острова, а потом построишь радиоаппаратуру и по ней попытаешься найти других выживших. Raft это по-настоящему бескрайняя игра, содержащая в себе целую кучу контента, в которую можно залипать десятки, а то и сотни часов. Кстати, в Raft можно играть в кооперативе до 8 человек. И помимо VR-мода для того, чтобы играть в шлеме, есть еще и отдельный мод, который могут поставить игроки, которые играют за мониторами без VR, чтобы видеть то, как движутся VR-игроки. То есть то, как они кивают головой, куда-то указывают руками или жопу чешут, например. Это всегда будет выглядеть интереснее и веселее, когда ты играешь с друзьями. Что виртуальная реальность привносит в игру? Большую часть механик переделали под контроллеры движения. Не все, конечно, например, сажаешь растение или набираешь воду в кружку, ты все еще нажатием на кнопки. Но сила броска удочки или крюка зависит от того, как ты замахнешься рукой. Чтобы срубить дерево топором, нужно им помахать, как и во всех нормальных VR-играх. Копье можно взять в обе руки и, ну, прям колотим акулу, что и иммерсивно и реалистично. Что касается управления, все продумано и кнопок хватает. Например, чтобы повернуть парус, нужно зажать левый бампер и покрутить правый стик. С интерфейсом тоже все норм. Например, чтобы выбирать предметы, сделали очень удобное круговое меню при нажатии на правый стик. В остальном менюхи, как и в плоской игре. Но управляешь ты ими при помощи лазерной указки на контроле. Скажем так, я играл в Raft в VR и на стимдеке. И в шлеме играть было намного комфортнее и удобнее. Короче говоря, качество модификации на очень хорошем уровне. И я рекомендую вам ее попробовать, если вы фанаты подобных выживачей. Чтобы установить VR-мод на Raft, тебе сначала понадобится оригинальная игра. Например, купленная в стиме. Нужно зайти в свойства игры и во вкладке «Общие» убедиться, что не стоит галочка в пункте «Игровой кинотеатр» в режиме виртуальной реальности. Если галочка стоит, то убрать ее. Потом зайти на сайт raftmodding.com и скачать оттуда Raft Mod Loader. Запустить его и нажать «Play», чтобы запустилась игра и тем самым завершилась установка. После чего игру закрыть. Снова заходим на сайт raftmodding.com. Находим там и устанавливаем два мода. Первый – Extra Settings API и второй – Raft VR. Сайт перенаправит нас в прогу, где нужно согласиться с установкой. Теперь нажать «Play». При запуске в игре откроется мод Loader. Переходим во вкладку «Mod Manager». Рядом с Extra Settings API жмем кнопку с Источкой и ставим галочку «Load with Mod at Startup». Теперь нужно убедиться, что у обоих модов стоят галочки, что они включены. Закрываем игру, подключаем шлем к ПК, надеваем его, снова запускаем игру через кнопку «Play Mod Loader» и можно наслаждаться игрой. Вторая игра называется «Bendy and Ink Machine». Это хоррор-головоломка. Ты попадаешь в заброшенную анимационную студию и должен оттуда выбраться. Правда, это станет непростым испытанием, так как треклятая чернильная машина сломалась и затапливает помещение. Отчего в студии просыпаются чернильные дямоны. Геймплей на это должен выполнять незамысловатые задания. По типу, пойди и найди неподалеку три банки краски и свари из них щи, чтобы накормить Гуфи. Или нажми три кнопки на трансформаторах, чтобы дверка открылась. Ну и порой из луж выползают какие-то непонятные нефтяные гомункулы, которые быстро откисают от удара монтировкой по комполу. А еще по коридору порой броят какой-то прокаженный Микки Маус, как чужой из Alien Isolation. Короче, большинство головоломок и боевка в целом не суперинтересные. Но как такой атмосферный лайтовый ужастик в своем уникальном визуальном стиле очень даже неплохо. Что виртуальная реальность привносит в игру? Ну, помимо того, что ты теперь в своих руках держишь оружие и сам машешь топором, разрубая доски, конечно, здесь в большей степени VR влияет именно на погружение. То есть даже самые примитивные скримеры в шлеме реально могут напугать. Так что, наверное, Bendy and the Ink Machine это та игра, которая без виртуальной реальности вряд ли бы смогла меня заинтересовать. Просто потому, что я человек не очень пугливый. Но вот как раз благодаря VR-моду эта игра меня увлекла и я провел в ней несколько увлекательных часов. Для того, чтобы запустить игру в шлеме, тебе понадобится оригинальная игра. Например, у меня она куплена в Стиме. Потом нужно зайти на гитхаб по ссылке в описании и скачать архив с модом. Распаковать его куда-нибудь и запустить файл TeamBeefInstaller. Нажать кнопку Install Bendy VR. Потом нажать Start Game. Надеть шлем. И играть. Последней на сегодня будет игра, которая не нуждается в представлении, потому что это легендарная вторая квака. Но мне все равно придется про нее что-нибудь рассказать, потому что, ну, не молчать же тупо под футажей из-за того, что ты и так про нее все знаешь. Короче. Повторение мать учения. Земля ведет крылопролитную войну с инопланетной расой строгов и проводит контрнаступления на их планету. Но атака захлебывается и получается так, что ты последний, кто выжил, и в состоянии перевоевать всех врагов и спасти человечество. Пробиваясь через узкие коридоры, ты должен перемолоть в кровавый фарш орды различных чудил, используя для этого внушительный арсенал оружия. Вообще, мне известно два VR-мода для второй кваки, хотя их может быть и больше. Первый это мод для автономного режима второго квеста. Его отличительная особенность это использование оружия при помощи контроллеров в шести степенях свободы. А также абсолютно все пушки можно держать, используя как одну руку, так и двуручный хват. Причем, например, у пистолета-пулемета это даже влияет на вертикальную отдачу. Но в визуальном плане версия для квеста выглядит немного мыльно. Выглядит она, конечно, нормально, но не так четко, как второй мод. К слову, игра хоть и вышла в 1997 году, вообще не состарилась и сейчас играется супер бодро и весело. Так что если ты хочешь вспомнить детство, или так вышло, что ты никогда не пробовал культовую кваку, сейчас это можно сделать в наилучшем из вариантов, то есть в шлеме виртуальной реальности. Для того, чтобы установить VR-мод на второй квест, тебе нужно включить режим разработчика на шлеме. Как это сделать, придется самому погуглить в интернете. Потом подключить шлем к ПК, на котором установлена программа Сайт Квест. В поиске пишем Quake 2 и на странице игры жмем Сайт Лод. Теперь у нас на шлеме есть демо игры. Его нужно запустить и закрыть, чтобы создались все необходимые папки. Чтобы получить полную версию игры, нам понадобится ПК-версия второй кваки. У меня она куплена в Стиме. Заходим в директорию игры на ПК, в папку Basic 2. И оттуда копируем три пак-файла в папку Quake 2.Quest на твоем шлеме. Еще из директории игры на ПК, из папки Re-release Basic 2, ты можешь скопировать на шлем папку Music. А то иначе ты будешь играть без музыки. Ну вот и все. Запускаем и играем. Второй VR-мод для Quake 2 предназначен для ПК-шлемов. Графон тут, конечно, почетче, так как на ПК можно накатить еще и мод на текстуры в высоком разрешении. А также можно поставить мод на продвинутый искусственный интеллект противников. И даже в мультиплеере можно зарубиться с игроками, у которых нет VR. Но у ПК-мода есть и весомый недостаток. Контроллеры движения работают, но только в трех степенях свободы. То есть ты не можешь крутить оружие вокруг своей оси, а только отклонять его в стороны. Это тоже вполне себе играбельно, но ощущается далеко не так круто, как у мода для квеста. Из-за чего, как по мне, если проходить синглплеерную кампанию, то я рекомендую лучше делать это в версии для квеста. А если вдобавок захотелось поиграть в мультиплеере, ну или у тебя нет квеста, а какой-то другой шлем, то тогда играть в ПК VR-мод. Чтобы установить VR-мод для ПК-шлемов, тебе нужно зайти на сайт мода и скачать оттуда архив, распаковать его куда-нибудь, чтобы в пути не было кириллицы. Потом из директории оригинальной кваки, купленной в стиме или скачанной откуда-нибудь, мы из папки Basic 2 в папку Basic 2 разархивированного мода копируем три ПК-файла, папку Players и папку Video. Всё, теперь запускаем файл Quake 2 VR из папки с модом, надеваем шлем и вперёд. Что ж, это был уже третий выпуск о крутых VR-модификациях. Ну а, конечно же, крутых VR-модификаций существует намного больше. Поэтому, если ты хочешь, чтобы этот формат продолжался, то не забывай оставить лайки и писать комментарии. А сейчас я хотел бы передать благодарность всем, кто подписался на мой бусте, а также поддержал канал через Donation Alerts. Большое вам спасибо! Подписывайся на канал, а также на мою группу ВКонтакте, чтобы не пропустить новые видео и самые важные новости мира виртуальной реальности. С вами был Медведи Водки, это время VR, в котором мы живём. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова